Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков компании Тикмилоса, и я Артур Идиатурин. Первая фаза соглашения между Китаем и США в своей изначальной версии задумывалась как ограниченная сделка, которая позволила бы лидерам двух стран объявить свои национальные триумфы и заодно успокоить довольно хрупкие финансовые рынки. Однако сделка может превратиться в нечто большее, если Трамп согласится аннулировать все действующие тарифы, что Пекин считает неотъемлемым условием сделки. Взамен китайская сторона будет готова предложить увеличенные покупки сельхозпродукции США, облегчение доступа к внутреннему финансовому рынку для американских иностранных инвесторов, что он уже долго обещает, и другие трудновыполнимые обещания, как, например, разработка справедливого законодательства, которое будет наказывать тех, кто ворует интеллектуальную собственность или требует вынужденной ее передачи от иностранных компаний. Но это, естественно, недостаточно для американской стороны, так как введение тарифов позволит США осуществлять контроль над исполнением обязательств Пекина. Поэтому сразу США тарифы отменить не может. Как сообщает Рейтер, два источника, знакомых с историей, с ходом переговоров, сообщили о том, что, по мнению Трампа, такие существенные пославления, как отмена всех тарифов, должны быть обменены на более серьезные уступки, на что Пекин, естественно, не идет. Но Трамп все-таки намерен заключить более масштабную сделку, чем та, которая была анонсирована в октябре, что еще больше затрудняет поиск компромисса, так как он с одной стороны хочет больше, но с другой стороны натыкается на непреодолимые препятствия со стороны требований Китая встречных. По мнению Дерека Сидзиса, ученого из Американского института предпринимательства, который также консультирует чиновников администрации Белого дома, политическая подоплека сейчас будет доминировать в мотивации Трампа продолжать вести торговую войну. Если решение об отмене тарифов повысит шансы на его переизбрание, он примет такое решение. Но, скорее всего, стоит ожидать обратное. Несколько ключевых штатов США удалось перетянуть Трампа на свою сторону как раз за счет агрессивной риторики о грабеже торговых партнеров, о несправедливой торговле. Поэтому жесткая позиция в отношении Китая будет обеспечивать такую важную опору в популярности Трампа в ключевых штатах, таких как Гайо, Мичиган, Пенсильвания, перед следующими президентскими выборами. Целью Трампа в первоначальной, то есть промежуточной сделке с Китаем является комбинация, достижение комбинации из-за решения насущного вопроса, который касается внутренней политики, и сохранение давления на Китай. То есть большего объема закупок сельхозпродукций со стороны Китая и в то же время сохранение значительной части тарифов в качестве механизма принуждения Китая следовательным договоренностям и, конечно же, рычага для решения проблем интеллектуальной собственности и вообще других последующих претензий. Однако Пекин настаивает, что покупки сельхозпродукции будет регулировать рынок, рыночные силы, а не административные меры. Рекламируемые же Трампом объемы закупки сельхозпродукции в 40-50 миллиардов долларов в год вероятно потребуют, то есть Китай за них потребует отмены всех тарифов, что не выглядит справедливо, не выглядит выгодной сделкой для США, так как, естественно, основные претензии будут оставаться неурегулированными. Во вторник Трамп снова привел в рынке замечательства, заявив, что продолжит повышать тарифы, если Китай не пойдет на условия США. И сейчас создается такое впечатление, что сроки первой промежуточной фазы, промежуточной сделки, первая фаза соглашения, которая должна была быть заключена в октябре после переговоров Трампа и вице-премьера Китая Лью Хэ. Эта промежуточная сделка, эти сроки сделки, вероятно, будут передвинуты на следующий год. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.